День с толком Лед взрывают, дамбы строят, чего ждут от паводка в Алтайском крае и куда он уже успел прийти. Кого они слушаются, а у кого набираются ума, в Барнауле стартовал юбилейный конкурс «Лучший воспитатель Алтая». Еще один дом эвакуировали из-за угрозы обрушения. Это уже второй случай за три дня. Наружная стена дома 54 по улице Советской армии осыпалась. Кирпичная кладка частично разрушена. Для временного размещения людей, а это 64 человека, подготовлен пункт на базе детско-юношеской спортивной школы номер 6. Стенки с той стороны выпала, часть кирпича из-под крыши. И начали сыпаться очень. То есть не по одному кирпичу, а уже по два-три кирпича. И практически падают и падают без остановки. Еще идет ночь, когда спишь, шуршание в стенах. Такое впечатление, что рушатся внутри стены. Вот это вот слышу, у нас скоро переселят, на вам что-то дадут уже лет 20 я это слышу. В программе переселения включен дом на 2022-2023 годы. На сегодняшний день, учитывая поручения президента, рассматриваются вопросы по ускорению сроков расселения домов, в том числе на территории Алтайского края. Поэтому в случае, если данная программа заработает, то соответственно в более ранний период будут попадать дома, которые расположены в ближайших этапах реализации программы. На месте работают представители администрации города и железнодорожного района, спасатели, полицейские и скорая. Никто не пострадал, как сообщают на сайте мэрии. 3 апреля организация «Земстройпроект» с представителями администрации района и комитета ЖКХ обследовали здание. Говорят, как раз на случай эвакуации. Жителям вручили уведомления о возможности переселения в маневренный фонд. Но они могут отказаться. Такое случается, потому что многие имеют представление о качестве жизни в домах маневренного фонда. А они не сильно уступают аварийным баракам. Об этом мы неоднократно рассказывали, в том числе и в программе «Коммунальный патруль». А тем временем председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Барнаула Антон Бенц написал заявление на увольнение по собственному желанию. Скорее всего, 9 апреля станет его последним рабочим днем. Причины неизвестны. Однако, по данным портала Толк, интерес к нему могут проявлять силовые структуры. Есть и версия, что он просто решил покинуть этот ответственный пост. Сфера ЖКХ всегда была предметом нареканий со стороны жителей. Губернатор недавно критиковал городские службы на предмет плохой уборки улиц и дворовых проездов от снега. К тому же, внимание коммунальной сфере выросло за последние дни из-за аварийных домов и эвакуации жителей. К слову, трое жителей дома по улице 1-я Западная 51 все еще находятся в пункте временного размещения. Остальные у родственников. А накануне им позволили пройти в квартиры, чтобы собрать необходимые вещи. Кстати, четыре семьи уже согласились на переезд в маневренный фонд. Он уже здесь. Эксперты уверенно говорят, первая волна паводка пришла на Алтай. Сегодня стало известно, что в Третьяковском районе вода отрезала от остального мира пять домов. Еще раньше существенный подъем воды заставил понервничать жителей Краснощоковского района. Там же начался паводок и весной 2018-го. Правда, в этот раз большая вода идет медленнее. Но жители все равно делятся впечатлениями в соцсетях. Это у нас аэропортная. Представьте все, что вообще кошмар. Краснощоково – наши дни. Вода заполняет низины, подступает к жилым участкам. Такая река растянулась на целую улицу. Впечатленные жители не сдерживаются. Все вообще, прям все. Вчера в районе деревни Краснощоково 6-го числа наблюдался подъем талой воды. Уровень речки поднялся чуть ли не на полтора метра. МЧС предпринимала меры по откачке воды из подтопленных домов. И латают дамбу, где ей были нанесены небольшие повреждения. Сейчас уровень воды упал. Все нормально. Вон, сын, видишь, через трассу идет. Это на Красную Сибирь. Вот через улицу фигачит. На одном из участков трассы в Краснощоково соорудили временную дамбу. Размыло дорогу в селе Староалейское Третьяковского района. Пять домов оказались отрезанными от остального мира. Сами участки, к счастью, не подтопило. Спасатели помогают людям, которые оказались в осаде половодья. Поводок вновь начался с предгорных районов. Юг Алтайского края уже встречает активное вскрытие рек. Черыж, Алей, Ануй. Алтайскому краю уделили особое внимание и на всесибирской пресс-конференции, посвященной паводку. Здесь я хочу обратить внимание, что у нас будет очень теплая, по предварительному прогнозу, вторая декада апреля. И на нее придется наибольшая интенсивность снеготаяния. В ожидании подъема воды оперативные группы работают в Красногорском, Бийском и Черыжском районах. Проводятся все подготовительные работы. Например, на БИИ к спасателям присоединились военные, вооруженные взрывчаткой. Также муниципалитетами проводятся мероприятия по чернению льда, уменьшению ледового покрова, распиловке льда, а также по вывозу снега. Финансовые резервы созданы Алтайским краем. Заключены договора на привлечение авиации, для проведения взрывных работ. И заключены договора с организацией, которая будет задействована в случае появления заторных участков на реках края. Переход воды через дорогу зафиксирован и на трассе Шипунова-Краснощекова-Курья. На 52-м километре будьте осторожны. На дороге Олейск-Безголосово тоже произошел резкий подъем талых вод до уровня моста. На месте установлены запрещающие дорожные знаки. Альтернативный проезд до села Безголосово через трассу Олейск-Петропавловская-Смоленская. Актуальную информацию о переезде можно уточнять по номерам телефонов, которые находятся на ваших экранах. О ситуации вам могут рассказать дежурные управления дорог Алтай, ГИБДД и службы МЧС. В министерстве рекомендуют, если ваш дом находится в зоне вероятного подтопления, приготовиться к приходу воды, отключить газ, электричество и воду, погасить огонь в печах, поднять ценные вещи и мебель, закрыть окна и двери, отвязать животных и не забыть при эвакуации ценности, документы и небольшой запас продуктов. В целом от первой волны паводка в этом году могут пострадать более 45 тысяч человек, а это 182 населенных пункта, но вода зайдет не во все из них. Положение края, конечно, зависит от таяния снегов в горах республики Алтай. А устойчивая плюсовая температура там устанавливается в конце мая, начале июня. Пока воспитанники побеждают в творческих конкурсах, их школа постепенно разрушается. Здание детской школы искусств Ярового требует к себе внимания уже несколько десятилетий, все это время выпуская таланты в мир. Когда крыша над головой юных гениев перестанет течь, расскажет Валентина Аскерова. Яровская детская школа искусств, уазис и культурный центр маленького курортного городка. Такое учреждение здесь одно единственное. Больше сотни детей разучивают здесь па, изучают скрипку, фортепиано, а при помощи кисти и красок создают шедевры. И всего-то в 6-7 лет. Когда ты рисуешь что-то новое, ты узнаешь что-то. Недавно я нарисовал вот этого животного ягуара. Я узнал, что они очень хорошие хищники. Лазают по деревьям, очень сильные. Я, когда вырос, то хотел бы также учить детей рисовать. В прошлом году детская школа отметила свой юбилей 55 лет с момента основания. За это время учреждение выпустило воспитанников, которые прославляют наш край по всему миру, рассказывает директор школы искусств Светлана Броницкая. Многие наши выпускники, они сейчас, к сожалению, не с нами, но работают и прославляют вид нашей деятельности в различных городах Российской Федерации. Ну, это и Санкт-Петербург, это и Москва, и Екатеринбург, и Иркутск. Они, конечно же, посещают гастроли и за рубежом. Также они себя реализуют и в качестве преподавателей. Хореографические коллективы побеждают во всех краевых конкурсах. По сути, учреждение является одним из ведущих участников культурной жизни Алтая. Вот только есть один нюанс. Культурная школа, где занимаются дети, выглядит лишь внутри, снаружи в удручающем состоянии. Здание 1973 года постройки уже давно нуждается в капитальном ремонте. Есть предварительная договоренность с Министерством культуры о том, что мы в рамках нацпроекта «Культура» это здание в 2024 году все-таки отремонтируем. Речь идет о капитальном ремонте. Там окна, двери, инженерка, кровля, то есть в целом все. Получается, до капитального ремонта остается три года, а пока продолжается текущий косметический. Кстати, уже в следующем году школу в рамках того же нацпроекта «Культура» да оснастят дополнительными музыкальными инструментами. Покорять вершины творчества, не думая о проблемах. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. За строительством проблемного жилкомплекса «Парковы на горе» можно будет наблюдать в режиме онлайн. В ближайшее время на объекте установят камеры видеонаблюдения. А в этом стало известно накануне на заседании межведомственной рабочей группы в Барнаульской мэрии. А с сегодняшнего дня там возобновились работы. Напомним, они были заморожены сначала из-за финансовых проблем застройщика, а затем и разногласий между Барнаулькабстроем и компанией подрядчика «Стройпанорама». Теперь у проблемного ЖК новый субподрядчик «Адалинстрой». Он возобновил строительство третий блок секции. Напомним, ключей от квартир ЖК «Парковы» сейчас ждут около ста дольщиков. Стресс-тестом для всей команды Сбербанка назвал руководитель алтайского филиала 2020 год. Однако его сотрудники не только научились работать в новых реалиях, но и смогли предоставить клиентам весь спектр услуг, а также новые сервисы для бизнеса и жителей. Подробности в видеосюжете. Кредитный портфель банка, несмотря на сложности 2020 года, вырос, причем в корпоративном сегменте на 27%. Главным драйвером роста здесь называют строительный рынок. Как известно, Сбер работает с искровщитами. На конец 2020 года только в Барнауле финансировалось 28 многоквартирных домов от 9 застройщиков. Также активно кредитуются и агропромышленные предприятия. Почти каждый второй кредит, взятый ими в инвестиционных целях, был взят в Сбербанке. Доведение мер государственной поддержки было одной из приоритетных задач в период пандемии. Банк в числе первой включился в реализацию разработанных правительственным программ кредитования. Всего по двум программам льготного кредитования по ставке 2,0% предприниматели получили господдержку на сумму около 5 миллиардов рублей. Активно развивают банк и сервисы экосистемы. Экосистема – это набор продуктов и услуг, которые призваны удовлетворить самые разные финансовые и нефинансовые потребности наших клиентов. На сегодняшний день в экосистеме Сбера более 60 компаний, которые предлагают различные совершенно продукты, услуги, технологические решения, как для бизнеса, так и для частных клиентов. К примеру, большим спросом пользуется сервис по доставке продуктов. Активно развивается и сервис телемедицины. Люди могут получить консультации врачей онлайн без визита в клинику. В отделениях стало возможным отправить посылки. На очереди сервис с заказом и доставкой без рецепторных лекарств. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Современные малыши разбираются в гаджетах, но они все-таки остаются детьми. Их будущее по-прежнему во многом зависит от первых педагогов, воспитателей дошкольных учреждений. В Барноле проходит юбилейный 15-й конкурс «Лучший воспитатель Алтая». С чем приходится столкнуться претендентом на высокое звание, узнавали мои коллеги. И я, солнышко, принесло для вас подарки. Пришло не с пустыми руками. Вы любите получать подарки? Да! У этой конкурсантки получилось подкупить свою аудиторию. Перед самыми маленькими и сложными судьями Ольга Гостева чувствует себя уверенно. Хоть и впервые участвует в конкурсе «Лучший воспитатель Алтая». С малышами Ольга работает уже 7 лет. Еще 7 лет до этого была учителем русского языка. Говорит, что педагог – ее призвание. От детского гула не устает, сохраняет чуткость каждому ребенку и с удовольствием наблюдает за развитием малышей. Профессия воспитатель и педагог – это семейная. У меня мама – педагог, воспитатель, работала всю жизнь, сестра – педагог. У меня тоже образование педагогическое. Дядь, тетя – все педагоги. И когда встал вопрос, куда пойти учиться после 11 класса, я пошла в педагогию. Сейчас задача конкурсантки – научить детей делать необычную аппликацию из манной крупы. Ничего сложного, но в том и вся соль. Нужно увлечь ребенка простым процессом и выиграть конкуренцию мобильного телефона. Современные родители все чаще жалуются, что дети отбились от рук, и самый важный период своей жизни проходит у экранов гаджетов, а детская площадка у дома пустая. Но воспитатели с этим спорят и даже выступают за цифровизацию. Так дети с малых лет учат английский, разбираются в технологиях и даже занимаются наукой в кванториумах. Тем способностям, которые сейчас у детей добавились, это IT-технологии, они погружены в эти технологии. Мне кажется, всегда дети творческие, способные, интересные, подвижные. Может быть, сейчас некоторые дети стали более подвижны, некоторые более закрепощены. Но в целом дети – это дети, это наше поколение, это наше воспитание, это наше выражение. Достойны ли конкурсанты звания лучшего воспитателя Алтая, узнаем уже в пятницу. Из 37 участников победитель будет один. Он и отправится в Краснодар бороться за звание лучшего воспитателя России. Маргарита Гартунг, Николай Шилко. День с толком. Вместо микрофонов и записных книжек – ракетки. Во Всемирный день настольного тенниса, который отмечается всего седьмой год, журналисты краевых СМИ не упустили возможности поучаствовать в турнире. Она расшагировала ракетку, не держала, но болела за коллег и ей слово. В обычной жизни они – лица каналов, краевых печатных изданий, голоса радиоволн, авторы новостных колонок в социальных сетях. Но во Всемирный день настольного тенниса, акулы, пира и телекамер соревнуются вокруг столов с теннисными мячиками. Вот уже пятый год для барнаульских корреспондентов – это традиционный турнир. Хотя в прошлом году был вынужденный перерыв по понятным причинам. Хотелось бы, конечно, почаще собираться, встречаться, потому что все-таки не хватает навыков тренировок на должном уровне. Как-то с диктофоном попривычнее. Среди 13 журналистов нашлись и те, кто играет давно и с азартом, и совсем новички. Временами силы были неравными. Наша коллега Ирина Корчаевна несколько лет занималась настольным теннисом. И в этот раз в одиночку противостояла мужчинам с ракетками. Я нормально. Единственное, меня все просто размазали. Я, по-моему, уже всем проиграла. Но я не проиграла, я дала просто мужчинам возможность победить себя. Резкие удары, сконцентрированный взгляд – поза победителя. Некоторых это привело к первому месту. Лучшим теннисистом стал Алексей Герасимов, журналист газеты «Вестник Горно-Алтайска». Из трех игр ни одного поражения. Замечательный турнир, замечательный зал. Особенно, если соперники потренируются еще немножко, чтобы можно поупираться немножко. Всемирный день тенниса – праздник совсем молодой. Впервые он отмечался в 2015 году. В Алтайском крае этот вид спорта развивается активно. У нас даже есть сборная по настольному теннису. Спорт прошел определенную перезагрузку. Есть правильная динамика. Поэтому настольный теннис, наверное, один из тех видов спорта, который ловит эту динамику. Поэтому, да, развивается, но все впереди. К 2024 году в Барнауле запланировано строительство сибирского центра настольного тенниса. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцын во время январского визита краевой столицы. Правда, подробности все еще не уточняются. А пока что алтайские теннисисты ютятся в спорткомплексе «Опь» и мечтают о большой игре настольного тенниса. Анна Рашагирова, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях, а через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Продолжение следует...